Так, ну раз готовый, тогда начинаю. Всем привет, всем доброго дня. Напишите в чате, у кого я появился. У кого появился кружок с Дарвином. Дарвин в кружке, Дарвин без кружка. Дарвин в квадратике. Вообще хоть что-нибудь появилось и стало слышно, напишите в чате. Так, видите, отлично, супер-супер-супер. Если кто-то забыл поставить лайки, то я вежливо напоминаю, что сейчас самый подходящий момент поставить вот такую штучку под этой трансляцией. У нас с вами сегодня тема очень опасная. Если кто-то из вас был в прошлое занятие, в прошлое воскресенье на этой теме, то помнит, как она называется. Переходные формы. Я сейчас ее напишу, потому что такие вещи нужно писать. Так, переходные. Да что ж такое? Переходные формы. Если вы были на занятиях в прошлое воскресенье, то помните, чем оно закончилось. Кто помнит? Оно закончилось на самом деле даже не начавшись, потому что у нас все заглючило, все сломалось и ничего показывать не стало. Я думаю, окей, возможно, это какая-то accident какой-то, как говорят у нас в Англии. Accident какой-то произошел. Вот. В общем, окей, думаю, ну хорошо, проведем. А потом тема хорошая, провести все равно нужно. Значит, сейчас все включаю, начинаю занятия тут готовить и открываю свою презентацию, которую я готовил к прошлому занятию. Нет, вообще не так было. Сначала у меня выключился фотошоп. А так как я занятия веду через фотошоп, то это как бы критично. Да, Дарвин ведет занятия через фотошоп. И такое тоже бывает. Вот, я думаю, окей, хорошо. Но слава богам фотошопа, есть пробная семидневная версия, которая работает бесплатно. Окей, включилась. Вот, окей, включаю я через нее свою презентацию, которую я готовил к прошлому занятию. И как вы, наверное, догадываетесь, ничего не включается. Ничего не включается. Более того, она взяла и сказала, все, файл недоступен и удалила. Ну, не удалилась, а как это? Что-то там забаррикадировалось. И абсолютно не реагирует ни на какие мои движения. Вот. В общем, так как тенденция, так как тенденция повторяется, это уже стало тенденцией, один раз случайность, два раза, наверное, уже какая-то нечистая сила здесь замешана. Возможно, возможно, нас с вами атакуют креационисты. Я не против того, чтобы это сегодняшнее занятие состоялось, и чтобы мы с вами вспомнили, какие бывают переходные формы, и что из этого нам нужно на экзамен. Вот. Поэтому я, конечно, не сторонник конспирологических теорий, вот. Но обстоятельства складываются так, что просто приходится и такие варианты тоже рассматривать. Да, поэтому сегодня ваши лайки будут особенно-особенно важны, чтобы поддержать мое эмоциональное состояние и ваше эмоциональное состояние, потому что занятия мы все равно проведем, даже без презентации. Поэтому занятие у нас будет максимально-максимально рисовальное. Сегодня будем рисовать много как никогда. Готовы рисовать вместе со мной? Вам для этого понадобится вот такой листочек и вот такая ручка. У кого все это есть, напишите в чат 2 плюсика. Да, погнали! Да, да, у нас очень творческое, сегодня будет супертворческое занятие. Да. Единственная картинка, которая у меня вот к занятию есть, это вот эта картинка. И, как вы понимаете, это вот мое лицо, когда презентация перестала открываться, да, и фотошоп перестал запускаться. Вот, значит, что это за картинка? Значит, в интернете можно нагуглить миллион таких картинок, где берут и разных животных вот так между собой схрещивают. И мы с вами, когда находим это в интернете, как мы это воспринимаем? О, на фотошопе ли. Опять там что-то при фотошопе ли кому-то чего-то. Ага, тут сове при фотошопе ли голову млекопитающего. Птица млекопитающая получилась. Классно. Вот. И когда это в интернете, то окей, все понятно, это фейк. А если вы палеонтолог, что делает палеонтолог? Помните? Раскопки ведет. И вот вы раскапываете кости какого-то древнего животного. Раскапываете, раскапываете, раскапываете. И понимаете, что это вообще-то то ли птица, то ли рептилия. У вас, то есть это вот по как бы масштабу удивления вашему, это как если бы вы змею с крыльями нашли. Только, конечно, крыльев уже не осталось, остались только скелеты. Но вы, изучая скелет, понимаете, что вы не понимаете, что это такое. То ли это рептилия, то ли это птица, то ли это рептилия, то ли это млекопитающая. Что это вообще такое? И тут уже не сделаешь умный вид и не скажешь, это фейк. Фейки из земли не выкопаешь. Это реально пролежало там много миллионов лет. И действительно, это что-то существо ваше в реальности. Так вот это и есть, это и есть переходные формы. То есть, когда мы с вами что-то выкопали, вот у нас есть птицы, рептилии, рыбы или кто-то еще, и есть признаки, которые описывают этих животных. А когда вы выкапываете что-то и понимаете, что вот признаки этого животного, они и туда подходят, и к этим животным, и к этим. И вы не можете его однозначно отнести либо к птицам, либо к рептилиям. И получается, что оно занимает вот такую промежуточную позицию. Это и есть переходные формы. Почему нам важно про них знать? Да, 23 задания Надежда верно. В 23 заданиях они бывают верно. Почему нам важно про них знать? Ну, потому что мы сдаем ЕГЭ, и мы в ЕГЭ можем натолкнуться на такое задание, как нам Надежда заметила. Во-вторых, переходные формы важны в целом для науки, потому что это одно из доказательств эволюции и то, что помогает нам проследить превращение одних видов и превращение их в другие виды. Вот. Восстановить эту историческую последовательность. Значит, смотрите, чтобы разобраться, чтобы запомнить все переходные формы, все переходные формы, которые нужны на экзамен, нам сначала нужно вспомнить эволюцию хордовых животных и наше творческое занятие в самом разгаре. Давайте сначала рисуем. Я рисую, а вы повторяйте. Что мы с вами нарисовали? Так, мы с вами нарисовали рыбу. Точно. Нарисовали рыбу. Пишем рыбы. Так, кто произошел от рыб? От рыб? Так, рыба у меня, конечно, такая получилась. От рыб произошли амфибии. Давайте нарисуем стрелочку. И теперь нужно нарисовать какую-то амфибию. К амфибиям относятся кто? Лягушки, тритоны, жабы. Точно. Давайте научу вас рисовать лягушку. Смотрите. Кто TikTok смотрел, знает там, в последней неделе был такой TikTok. Что ж там было? One circle, one circle, one big circle, one circle. Ну, ладно, так, не увлекаемся. Значит, смотрите, я сейчас примерно по той же схеме мы с вами нарисуем лягушку. Итак, значит, смотрите, one circle, one circle, one big circle. Ага, точно. Секол, кто не знает, это круг по-английски. Итак, теперь надо еще одну line нарисовать. Line это линия. Вот, почти получилось Масяня. Чтобы Масяня превратилась в лягушку, нужно нарисовать ей лапки. Так, лапки с перепонками. Так, супер, перепонки. И вот такие тут тоже лапки будут. Все, вот это амфибия. Подписываем амфибия. 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 Так, супер. Угу. Отлично получилось. Конечно. Давайте дальше. Следующая ступень эволюции хордовых это рептилии. Так, как нарисовать рептилии? К рептилиям относятся черепахи, змеи. Кто еще? Ящерицы и крокодилы. Кого из них мы будем рисовать? Выбирайте ящерицу, крокодила, змею, черепаху. Так, Нурик говорит, я научился рисовать. Молодец, Нурик. Змею, конечно, будем рисовать, потому что ее нарисовать проще всего. Нам нужно, смотрите, что нам нужно. Нам нужно взять и нарисовать вот такую линию. И нарисовать параллельную ей линию. И получается змея. Мы молодцы. Пишем рептилия. Я вами горжусь. Обязательно фотографируйте, что у вас получается. Выкладывайте в инстаграм и отмечайте аккаунт Дарвин Ламарк. Вот, если вдруг кто-то не подписан, там в описании к трансляции должна быть еще ссылочка. Ага, змею нарисовали. Все, теперь нужно нарисовать всего лишь птиц и млекопитающих. Давайте, одна эволюционная линия пошла к птицам. Птицу нарисовать очень легко. Нужно нарисовать крыло. Еще одно крыло. И вот такую голову. Так, получилось? Получилось. Теперь нужно нарисовать... Что мы с вами нарисовали? Мы с вами нарисовали ножки. Да, ножки, ляжки точнее. Вот, теперь от ляжек пойдут вот такие ножки. О, супер. А теперь... Клюв. Боже, как мне нравится это занятие. Ребята, давайте все занятия без презентации проводить. Обожаю. Все, у нас получилась птица. Правда, она немножко жильненькая, но как-то полетела. Птица. Птицы. Птицы. Супер. И последняя. Последняя. Последний класс. Последняя группа животных. Это млекопитающие. Млекопитающие это те, у кого есть ушки и те, кто волосатые. То есть волосатые и ушастые. Поэтому самое простое нарисовать кошечку. Кошечку. Нет, давайте... Нет, не кошечку. Мой коронный рисунок и ваш сейчас тоже станет. Это нарисовать мышку. Смотрите, мышка рисуется буквально одной линией. Так. Блин. Мышь. Мне кажется, это не мышка, а это мышь. Млекопитающие. Мышь. Супер. Отлично. Отлично. Покемон. Ух, покемон. Нет, не покемон. Это настоящее млекопитающее. Теперь смотрите. Это ключевые звенья. Мы с вами как можем описать рыб? Мы скажем, что рыбы дышат жабрами, имеют обтекаемую форму тела. Тело покрыто чешуей, плавники, ля-ля-ля. Как мы описываем амфибии? Голая кожа, рычажные конечности, ля-ля-ля-ля-ля. Рептилии. Мы можем описать с вами рептилии. Мы можем описать с вами птиц. Если вы не можете кого-то описать, то посмотрите. Буквально на прошлой неделе, позапрошлой неделе, был марафон по зоологии. И мы за 5 дней рассмотрели все 5 классов. То есть, если вы не знаете признаки какой-то из этих группы животных, а их очень нужно знать на экзамен, то посмотрите записи этого зоологического сериала. Он на канале. Окей. А сегодня нас интересуют те, кто находится вот на этих стрелочках. То есть, промежуточные звенья. Давайте с вами сейчас вспомним, какие промежуточные звенья, промежуточные организмы ученые смогли обнаружить между рыбами и амфибиями. Здесь должно быть... Ну, кто сколько вспомнит? Я вот поставлю 3 точечки, намекая на то, что нужно вспомнить 3 организма. Угу. Ихтиостеги. Отлично. Так, еще кто-нибудь? О боже. Лабиринтоды. О боже. Тодонт. О боже. Лабиринтодонт. О боже. Георгий, молодец. Кистеперые рыбы. Ага. Супер. Супер. Смотрите. Давайте по возрастанию вот так. Значит, самые такие древние. Это кистеперые рыбы. Действительно. Рыбы. Следующее, как бы этап, следующее, такое более амфибное уже существо, это ихтиостега. Ихтиостега. И еще выше, еще больше похожий на амфибию стегоцефал. Его в некоторые книжки до сих пор вставляют. Сте-го-це-фал. Сте-го-це-фал. Итак, кистеперы рыбы, ихтиостега и стегоцефал. Угу. Окей. Сей-му-ре. Окей. Это дальше. Теперь давайте между амфибиями и рептилиями. Здесь тоже есть переходные звенья. Кто каких помнит? Ну вот, одну уже вспомнили. Сей. Сей. Как ее там правильно? Напишите в чате. Как ее правильно написать? Сей. Кто? Она. Сей-му-ре. Аяс. Молодец. Сей-му-ре. Запишем. Сей-му-ре-я. Сей-му-ре и ихтиостега. Ой, боже, какая ихтиостега? Котилозавр. К-о-ти-ло-завр. Котилозавр. Сей-му-ре и котилозавр. Угу. Супер. Дальше поехали. Дальше между птицами и рептилиями находится кто? Археоптерикс. Археоптерикс. Так. Или в некоторых книжках вам будут писать не археоптерикс, а на букву П. Прота-авис. Аяс ты сегодня жжешь. Молодец. Прота-авис. 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 Супер. Между рептилиями и млекопитающими. Здесь все однозначно непонятно. Однозначно непонятно, да. Это саблезубый, ой, позже саблезубый, зверозубый ящер. Давайте напишем. Зверозубый ящер. Зверозубый ящер. Супер. Смотрите, сейчас мы перечислили с вами все переходные формы, даже такие, которые, ну вот, смотрите, из них некоторые есть такие классические принятые, про которые в школе рассказывают. Вот, вообще, в учебнике по биологии у вас, скорее всего, есть археоптерикс, и, по идее, вам должны были про археоптерикс рассказывать, потому что про него спрашивают в экзамене. Вот, но я не исключаю, что на каком-то сайте для извращенцев вы нашли прото-авис, например, или в какой-нибудь... Я больше так не буду. Либо в какой-нибудь книжке для слишком умных людей вы могли тоже найти его. Вот, или в одной книжке у вас была сеймурия, в другой – котелозавр. Смотрите, нам не так важно, нам не так важно, как называется этот... Нет, в принципе, важно, как называется этот организм. Самое важное – это помнить, между кем он находится, потому что, если вы помните, что вот кто-то из этих ребят находится между амфибиями и рептилиями, вам не важно, как она называется – сеймурия или котелозавр, потому что признаки у них будут плюс-минус одинаковые, потому что они совмещать в себе плюс-минус одно и то же будут. Окей, окей, теперь смотрите, мы с вами рассмотрим сейчас последовательно каждую из этих группировок. Значит, возьмем сначала вот этих ребят, я их даже как настоящий фотошопер вот так выделю и размещу на отдельном сайте. Так, ой, в смысле сайт, слайде. Так, супер. Давайте разбираться с кистеперыми рыбами, их теостегами и всеми остальными. Давайте начнем с кистеперой рыбы. Значит, кистеперые рыбы, существуют ли они сейчас? Да, одна кистеперая рыба дожила до наших с вами дней, и она называется латимерия. Прямо сейчас в прямом эфире нахожу латимерию. И удивляю вас. Хотя вас, наверное, таким не удивишь, подумаешь, какая-то латимерия, да? Вот, это она. Полюбуйтесь, это латимерия. Вот здесь даже вроде как человек своей рукой. Я думаю, что это какой-то скелет и фейк, потому что вряд ли он так ее смог поймать. Потому что живет она в глубине, а вот, вот это настоящая фотография. Правда, у вас, наверное, только хвост видно. Ну ладно, в общем, кому хочется посмотреть... О, вот она, латимерия, красавица. Значит, это кистеперая рыба, которая дожила до наших с вами дней. Но, но, вот здесь можно совершить большую ошибку и сказать, что латимерия – это предок амфибий, или латимерия – это переходная форма. В чем ошибка, если я скажу, что латимерия – это переходная форма между, как ее называют, между рыбами и амфибиями? В чем здесь ошибка? А в том, что сама латимерия, она же не была предком амфибий. Латимерия просто была, она вот просто осталась и, слава богу, дожила до наших с вами дней. Амфибий. Вот. Но сама по себе она не могла быть предком амфибий. Почему? Да потому что она живет вообще-то в океане. Как она могла, как бы, дать начало амфибиям, если она живет вообще вдали от берега? То есть она не могла стать земноводным. Вот. Но, но предками амфибий были ее какие-то родственники, которые тоже относятся к кистеперым рыбам. Так вот, про них мы и говорим. Короче, главный, главный поинт того, что я сейчас говорил. Кистеперые рыбы – переходная форма, но латимерия – это не предок амфибий. Запомнили. Окей, значит, что мы скажем с вами про кистеперых рыб? Какие признаки рыб? Ну, вообще у нее все признаки рыб, потому что это рыба. Вот, у кистеперых рыб. Давайте лучше признаки амфибий. Скажем, какие у кистеперых рыб будут признаки амфибий? Что можно сказать? То есть, что, какие, как бы, приспособления помогли ей выбраться на сушу и стать похожими на амфибий? Так, плавники с костями и мышцами – молодцы, появление легочного дыхания. Да, на самом деле, два всего признака. То есть, про кистеперую рыбу мы напишем с вами два признака амфибии. Первый признак – это легочное дыхание. Из плавательного пузыря появилось легкое. Опять же, у латимерии есть легочное дыхание? Нет, конечно, она в воде живет, в глубине, в океане. У нее нет легочного дыхания. Поэтому мы говорим про какую-то другую кистеперую рыбу, которая приобрела эту способность и превратилась в амфибий. Вот, легочное дыхание – раз. И второе – это появление скелета и мышц в плавниках. Появление костного скелета и мышц в плавниках. Записываем себя. Что это значит? Это значит, из этих плавников потом смогли образоваться конечности. Настоящие конечности, которыми мы с вами сейчас это записываем. О-Е. Все, по сути, все. По сути, все. Вот это то, что нужно запомнить. То есть, это признаки кистеперых рыб, которые они приобрели и смогли дать начало амфибиям. Все. Теперь давайте про стегоцефала и ихтиостегу. В принципе, для нашей с вами жизни это почти одно и то же. То есть, для нас с вами и ихтиостега, и стегоцефал – это почти одно и то же. Нам самое главное помнить, где они находятся между рыбами и амфибиями. Значит, а в чем их рыбьи признаки? Давайте я сейчас так отчеркну, чтобы она у нас не путалась. И под чертой мы пишем про стегоцефал, лов и ихтиостег. Какие у них будут рыбьи признаки? Обтекаемая форма тела. Да, точно. Обтекаемая форма тела. Обтекаемая форма тела. Так, еще рыбьи признаки у них есть. Чешуя. Точно. По крайней мере, у ихтиостеги точно была чешуя. У стегоцефала, возможно, была голая кожа. У ихтиостеги точно была чешуя. Чешуя. Точно. Что-нибудь еще? Угу. Валерия говорит, появление скелета. И что, не поняла. Валерия, появился скелет в плавнике. Поэтому из этого плавника смогла бы зваться конечность. Вот в чем дело. Ага. У них нет плавательного пузыря. Ну, конечно, у ихтиостеги нет плавательного пузыря. Она же не плавает. Остатки жабельных крышек. Возможно, что-то такое есть. Но гарантировать не могу. Вот. Писать не буду. В ЕГЭ не спросят. Окей. Значит, обтекаемая форма тела. Чешуя. Ну и все. Все. Еще и еще. Вы можете накопать такой признак, что у них ноздри располагаются у... Так, давайте я вам сейчас покажу ихтиостега. Я вам сейчас покажу, где у нее ноздри располагаются. Вот. В общем. Вот. Любуйтесь, это ихтиостега. Видите, чешуя тут какая-то есть. Вот. И ноздри у нее располагаются как бы на краю челюсти. И это вроде как такое же расположение ноздрей, как у двояко дышащих рыб. Мне кажется, какой-то сомнительный такой. Ну, не то чтобы сомнительный признак, а не супер какой-то он... Короче. Короче. Вот эти два признака 100% вам стоит запомнить. Обтекаемая форма тела. Чешуя на коже. Вот. Однако, помните, что у стегоцефала кожа может быть без чешуи. По крайней мере, ориентируемся по вопросу. А теперь, какие у них признаки амфибии были? Что можно сказать из их амфибии, амфибной жизни? Они, конечно же, дышали кислородом. То есть, у них настоящее легочное дыхание. Легочное дыхание. Что еще у них? Амфибное было. Амфибное. Колитесь. Про ноздри написали. Напишите, ноздри у края головы. У переднего края головы. В общем, я выразил свое сомнение по поводу важности этого признака, но напишем. Так. Расположение конечностей. Молодцы. Рычажные конечности. Рычажные конечности. Что значит рычажные конечности? Это значит, вот сгибаться могут не просто палка торчит и на палках он такой ходит. Нет. Есть три звена. Это первое, второе и третье. Вот получается три рычага – это рычажная конечность. И они еще у амфибии появились и у нас с вами остались. Вот. Окей. Вот это отделы тела. Можно написать, но тут особо даже не знаю, что тут про отделы тела написать. Рычажные конечности, значит они ими рычажат? Нет, они ими ходят. Это про ихтиостегов. Это и про ихтиостегу, и про стегоцефала. Про обоих. То есть это вот про этих всех. Все. Вот эти два признака обязательно нужно вспомнить, если вы вспоминаете, что это амфибия. Если кто-то вспомнит еще, или кто-то смотрит записи и думает, боже мой, надо еще этот признак, то в комментарии к видео обязательно напишите, а мы будем читать комментарии и просвещаться. Окей, поехали дальше. Следующая. Значит, следующая группа наших с вами счастливцев, это, конечно же, кто? Это переходные формы между амфибиями и рептилиями. Вы еще помните, как они называются? Мы две назвали. Сеймурия и котилозавр. Котилозавр. Угу. Так, теперь давайте разбираться, какие у них признаки амфибия, какие у них признаки рептилий. Ну что? Удивляйте. Признаки амфибии, признаки рептилий. Развитие в яйце, Катя. Ну, это и амфибия. А, вот я тебя понял. Окей, интересный признак. Вообще-то да. Хм, интересно. Действительно. Развитие в яйце. Так. Икра... Так. Дочку назову Сейсмурия. Хорошая дочка у тебя будет. Сухая кожа. Так. У амфибий нет грудной клетки. Точно. Роговые чешуи. Так. Сухая кожа без железа. Да ёпросто. Так, ребят. Ну, вот конкретно вот у этих. Не надо просто признаки рептилий и амфибий. Вот конкретно у Сейсмурия и Катилозавра. Что знаете? Что есть? Концентрированная моча. Ну, главный признак. Откуда ты знаешь, какая моча была у Катилозавра? Он умер миллион лет назад. Уже ничего не осталось от его жизненных выделений. Тазовые почки. Всё понятно. Всё перечислили. Лёбра. Привление зародочных оболочек. Кровые чешуйки. Грудная клетка. Среднее ухо. Окей. Хорошо. Значит, давайте с вами запишем следующее. Значит, Сеймурия и Катилозавра. Из рептильных признаков у них сухая кожа. Действительно. Они уже имеют настоящую рептильную кожу. Сухая кожа. Сухая кожа. Вот. Шея. Так. Там, да, действительно, если вы будете искать, у вас будет строение позвоночника написано. Типа строение позвоночника. Но вот вообще про строение позвоночника. Так, покажи картинки. Нина просит увидеть картинку, как они выглядят. Нина, тебя никто за язык не тянул. Ну, смотри. Вот. Вот так они выглядели. Ну, нужно относиться к этим картинкам как? С легкой долей скептицизма. Потому что никто не знает, как точно выглядели они. Почему? Да, потому что они давным-давно вымерли. У нас остались только скелеты, по которым мы можем что-то плюс-минус установить из того, что в их облике могло присутствовать. То есть, какого цвета они были, мы сказать с вами не можем абсолютно совершенно. Можем только догадываться. Вот. Окей. Значит, мускулатура более дифференцирована, чем у амфибии. Так, они же все одинаковые. Ага, страшненькие. На картинке просто. Смотрите, у нас с вами сейчас... Вот. В общем, смотрите. Вы мне сейчас написали буквально-буквально вот почти ничего не написали про них. Почему? Да потому что в экзамене этих ребят практически никогда не попадалось. Попадаются обычно либо кистепелые рыбы, либо однажды был стегоцефал, либо чаще всего спрашивают археоптерикса. Вот. Про этих ребят практически никогда у нас не спрашивали, поэтому мы такие, а-а-а, что бы нам такого написать. Вот. Значит, вот так вот. Два круга прообращения. Ой, Тимофей, божечки ты мой. Тимофей. Тимофей. Так. Давайте, следующая наша группа пациентов – это переходная форма между рептилиями и птицами. И вот здесь мы сейчас дадим волю нашему воображению. Почему? Потому что здесь археоптерикс. А про археоптерикса, про археоптерикса, чьё только не спрашивают. Давайте напишем археоптерикс. Признаки рептилий и признаки птиц. Давайте, кто какие помнит. Я уже вижу в чате. Кто-то уже подготовился, я в чат готовил ответ. Скинул. Отлично. Так, зубки, цевка, отлично. Нет зубов. Как нет, так когда есть. Как раз таки зубового археоптерикса есть. Это признак рептилий. Зубы. Точно. Зубы. Так. Есть перья. Да, действительно, были перья. Это признак птиц. Перья. Только в экзамене мы будем писать перьевой покров. Так, пальцы на крыльях. Точно. Не на крыльях, только на передних конечностях есть пальчики. Точно. Давайте напишем пальцы. Пальцы на передних конечностях, которые превратились в крыло. Поэтому пальцы на крыльях. Пальцы на крыльях. Так. Передние конечности превратились в крылья. Тоже признак птиц. Передние. Передняя конечность это крыло. Крыло. Хвостовой позвоночник. Хвостовой отдел позвоночника. Действительно, у археоптерикса. Так, я вам его сейчас покажу. Ахеоптерикс. Вот. А, у него есть хвост. Так, зря я его увеличил. Да. Смотрите, у него есть хвост. И вот здесь самое главное. У него не просто хвост из перьев, а хвост с позвоночником. То есть, как у ящерицы, например, хвост. Который покрыт перьями. Поэтому у него есть хвостовой отдел позвоночника. И это признак рептилий. То есть, как у ящерицы или у змеи. Хвостовой отдел позвоночника развит. Или можно написать хвост с позвонками. Тоже правильно будет. Так, окей. Хвост с позвонками. Все. Налюбовались археоптериксом. Кости с воздушными мешками. Вот с костями, воздушными мешками, воздушными полостями, Софья. Правильно сказать. Здесь не супероднозначная штука. Потому что в одних этих самых книжках и не книжках вы найдете, что там есть воздушные полости. В других найдете, что нет воздушных полостей. Поэтому давайте про кости с воздушными полостями лучше писать не будем. А напишем про цевку. Точно. Есть ли у него цевка? Цевка у него, по мнению Валерьяна Рохлова, есть. Цевка. Цевка. Цевка, цевка, цевка. Так. Отлично. Киль. Вот киля у него, вероятно, не было. Какая вилочка еще? Так. Обтекаемая форма тела. Ну, он же взъерошенный. Так. Ладно. Он не летал. Летал он. Зачем ему перья? Просто плохо летал. Так. Обтекаемая форма тела здесь не совсем подходит. Потому что, ну, посмотрите на него. Какая она у него обтекаемая. Ну, такое. Угу. Окей. А, значит, еще я не заметил, написали ли вы про пальцы. Расположение пальцев на ноге. У него характерное для птиц. Смотрите. Вот. Видите? Три пальца у него идут вперед, один назад. Три пальца вперед, один назад. А, вот здесь хорошо видно. Это характерное для птиц расположение пальцев на ногах. Так. Для птиц. Значит, птицам пишем. Расположение пальцев на ногах. Два вперед, один назад. Ой, ближе. Два. Три вперед, один назад. Угу. Так. Большие глазницы. Так. Отлично. Так. Большие глазницы. Что это значит? Это значит, что? Это признак юптилии птиц или кого? Большие глазницы. Так. Угу. Все. Я написал. Молодец. Один яичник. Один яичник. Нет мочевого пузыря. Ребятушки. Клюв. Не было у него клюва, но говорят так. Клювообразная голова. Давайте тоже попытаемся так исхитриться. Напишем. Клювообразная голова. А такого клюва, как и у птиц, у него скорее не было. Так. Хорошо развит шейный отдел позвоночника. У рептилии он тоже хорошо развит, поэтому не подойдет. Угу. Зоб. О божечки, да мой. Да и говорю. Ребятушки. Ребята. Не может быть никакого зоба или чего-то еще. Может быть, а может и не быть. Мы не знаем, потому что все исчезло. Он умер миллионный лет назад. Не осталось ни зоба, ни яичников, ни укороченного кишечника. Не всего остального. Мы не знаем, поэтому не надо выдумывать. Воронья кость. Хорошо, но воронья кость, она есть и у рептилий. Поэтому от того, что у него есть воронья кость, он птицей не становится. Живорождение. Яйца живорождение. Так, все, ладно, я понял. Пора заканчивать вечеринку. Так, зубы. Давайте еще раз обзорно глянем. Зубы, расположение. Так, пальцы на крыльях. Хвостовой отдел позвоночника. Окей. Рептильные признаки. Ну, можно написать, типа, чешуйки там на этих, не чешуйки, а роговые чешуи на ногах, например. Вот. Здесь на ногах у него, типа, такая же кожа, как у рептилий. Но у птиц, у существующих сейчас птиц, тоже такая же кожа, поэтому сомнительно. Я бы не стал писать. Все. Брюшные ребра. Ух ты, Арсений, молодец. Супер. Брюшные ребра. А вот этого мы не написали. Брюшные ребра. Да, действительно, это признак, который остался у археоптериса от рептилий. Рептилийный признак. Птичьи признаки. Передняя конечность. Видоизменено в кло. Цевка. Расположение пальцев на ногах. И клювообразная голова. Все. Мы с вами молодцы. Так. Теперь давайте зафиналим вечеринку зверозубым ящерам. Так. Зверозубый ящер – это переходная форма между рептилиями и млекопитающими. Рептилии и млекопитающие. Значит, здесь опять много не напишешь. У нас тут такой же бедный рисуночек, как с котелозавром получится. Признаки рептилий у него какие? Расположение конечностей по бокам от тела. То есть у хокодила вот здесь конечности и также у зверозубого ящера. Давайте я вам его сейчас найду. Зверозубый ящер. Опять же, нужно понимать, что это все фантазии художников, потому что как он выглядел на самом деле, мы не знаем. У нас есть только скелет из зверозубых ящеров. Вот. Вот даже тут его имя написали. Цинодонт. Цинодонт. Отлично. Супер. Значит, смотрите. Признаки рептилий. Расположение конечностей по бокам тела. По бокам тела. Так. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ну, все. Все. Рептилийные признаки закончились. Признаки млекопитающих. Два признака будет. Это шерсть. Или лучше говорить не шерсть, а как говорят умные биологи, волосяной парк-поп. Да. Зубы у археоптекса написали. Написали зубы. И дифференцированные зубы. Да. Дифференцированные. Зубы. Дифференцированные зубы. Вот. Такие признаки. Есть у него млекопитающих. Так. Ну, что. Вибрисы. Возможно, у него были вибрисы. Да. Отсутствие роговых чешуек. Хорошо. Угу. Угу. А если сказать шерстяной покров, это будет ошибкой? Нет. Волосяной покров, шерстяной покров. Но шерсть, смотри, шерсть это обычно вот валенки из шерсти делают. Или там одеяло из шерсти делают. Или кофты вяжут из шерсти. А волосы это вот как бы более биологический термин. Поэтому лучше говорить волосяной покров, не шерсть. Шерсть это у бабушки. В чемодане лежит. Все. Окей. И давайте напоследок еще, знаете, что вспомним? Есть ли какие-то переходные формы у растений? Есть. Иначе бы я не спросил. У растений кого помните? Наверное, вы помните такие растения, как псилофиты. Или второе их название – ринофиты. 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 Они являются переходными растениями между водорослями и наземными растениями. То есть до них все растения жили в воде и назывались водоросли, а после них появились наземные растения. И вот они как раз-таки первые наземные растения. Вот. То есть запомните, что они переходные растения между водными растениями и сухопутными, наземными. Есть еще переходная форма между семенными растениями и споровыми растениями. Мы с вами помним, что папоротники, там, хвощи и плавные размножаются спорами. А голосеменные покрыты семенами. Так вот, переходная форма между споровыми и семенными это семенные папоротники. Семенные папоротники. Так, ну что, все что ли? Все. В общем, у креационистов не удалось. А у нас с вами удалось, мы с вами молодцы. Вот. Это какие же, например, Тимофей. Сейчас семенных папоротников нет, они вымерли все. Это древние... Вообще переходные формы, они все ископаемые. То есть их сейчас уже не существует, естественно. Вот. Такими темпами можно считать утконоса переходной формы. У него же признаки рептилий, млекопитающих тоже имеются. Ну, не совсем. Можно считать его переходной формой. Ну, да, можно, если очень сильно хочется, считать его переходной формой. Окей. Так. Ехидна тоже мем какой-то у нас. Конечно, они очень смешные. Так, ну что, ребята. Всем спасибо за занятие. Вот, что мы, несмотря ни на что, его с вами сегодня провели. Вот. Будут вопросики, пишите, сами знаете, куда. В социальной сеточке мне. Под этой трансляцией есть ссылки на Инстаграм, на Вконтакте. Вот. Если кто-то смотрит записи, то вопросы можно задавать в комментарии к видео. Комментарии читаю, отвечаю. Вот. Тоже классная штучка. Все. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.